Друзья, здравствуйте! Нам очень приятно вновь приветствовать вас на программе «Молитва, передвигающая горы». Как важно и какое это преимущество знать и понимать о том, что Бог и дальше проявляет себя в нашей жизни, что мы не одни, особенно в минуты переживаний. Сегодня у нас вновь будет возможность познакомиться с гостем нашей студии и услышать его молитвенный опыт. Уверен, это будет большой поддержкой для многих людей. Поэтому делитесь этим видео с другими. А сейчас я приглашаю вас обратиться к нашему Небесному Отцу Молитве. Господи Бог наш, мы от всего сердца благодарны Тебе за Твою любовь и милость. Благодарны, Господи, за то, что Ты хранишь и поддерживаешь нас Твоей рукой. Благодарны, Господи, за то, что проявляешь себя в нашей жизни. И эти опыты могут быть ярким свидетельством сегодня для многих людей. Мы просим Твоего благословения для этой программы. Просим Твоего благословения для всех наших зрителей, Господи. Вновь и вновь мы хотим, чтобы они особенным образом чувствовали Твое прикосновение к их жизни. Видели Твою руку и это укрепляло их веру. Будь с нами, Господи. Молитва наше во имя Иисуса Христа. Аминь. Еще раз хочу напомнить, что в строке комментариев вы можете написать ваши молитвенные просьбы, а также выслать их смс-сообщением на номер 916-827-8540. Мы обязательно будем о них молиться на наших молитвенных группах. Также все эти просьбы мы покажем в начале и конце следующей программы. Еще для нас очень важно знать о том, как Бог отвечает на ваши молитвы. Поэтому в этой же строке комментариев пишите об этом. Ну и, конечно же, мы будем очень рады видеть вас в нашей студии, где вы подробно сможете рассказать о том, какой опыт вы пережили в ваших отношениях с Богом. Для подачи заявки на участие в программе пишите или звоните на номер 916-254-8182. А сейчас я хочу представить вам гостя нашей программы. Зовут его Нурлан Тактагулов. Нурлан, здравствуй. Приветствую. Очень-очень приятно видеть тебя в нашей студии. Но хочу знать о тебе больше. Я думаю, что наши зрители тем более хотели бы узнать, кто ты, откуда ты приехал, как давно ты здесь, и особенно, конечно, как складывалась твоя духовная жизнь, вот этот опыт на пути с Богом. Да, мне тоже очень приятно находиться здесь в студии. Это для меня честь. И я вижу, что Господь направляет, чтобы другие люди тоже узнали. Меня зовут Нурлан. Мне 35 лет. Я приехал из Кыргызстана. Некоторые называют Киргизия. Я приехал 7 лет назад в Америку. И здесь нахожусь уже с 2016 года. То есть, да, уже 8 даже год пошел. Ты тут один или есть родственники твои с тобой? Нет, я приехал сюда в Америку сам. У меня родственников не было до недавнешнего момента. Вот, у меня есть отец и мама. Я недавно женился. И сейчас появились родственники. А так, когда я вначале в Америку приехал, родственников не было. Друзей никого не было. Ты один? Как ты решился? Что тебя сподвигло на такой шаг? Да, с помощью Господа. Я молился. Прежде чем приехать в Америку, я раньше работал на американской базе, на Middle East, на Востоке, Дальний Восток. И по истечению своего окончания срока я решил сделать что-то другое. Но вот подвернулся момент. Мама молилась, и друзья молились, что мне нужно поехать в Америку. Я сам особо не хотел в Америку ехать. Конечно, было огромное желание поехать в Америку, но это было какое-то такое страшное чувство, что я там сам буду, сам по себе. И вот, ну мы с мамой молились, и мы молились, чтобы я поехал туда не только заработать деньги, даже моя цель, да, она не заключалась в том, чтобы заработать денег и приехать. Нет, это было самое главное, близко быть к Богу и помочь другим еще. Ну и образование это было самое главное. То есть ты приехал сюда, чтобы получить образование? Образование, да. Вот, и мы с мамой молились, и Бог открыл двери. Я приехал в Америку, вот, у меня всего, всего лишь было 200 долларов. Да, не было ни друзей, ни родственников. Куда ты попал? В какой штат? В первый штат я приехал в Нью-Йорк. В Нью-Йорк-Сити я приехал, там я побыл почти около месяца. Вот, мне там не понравилось, жизнь была там очень быстро, отечная, и вообще все так быстро было. Люди были совершенно... Они куда-то торопились постоянно. Вот, и... Да, мне не понравилось. Потом, после Нью-Йорка, я переехал в Чикаго. В Чикаго я побыл 7 месяцев, после Чикаго переехал в Мичиган, после Мичигана в Индиану. Ты попутешествовал? Да, попутешествовал по нескольким штатам. И после, конечно, Индиана уже решил поехать в Америку, не в Америку, а в Калифорнию. А где ты получал образование? Образование вообще я... Как в Америку, до приезда в Америку, я получил образование у себя в своей стране. Вот, учился я на менеджера, вот, это была бизнес-школа. Вот, я только закончил университет, сразу сюда приехал. Вот, ну, конечно, мне папа советовал, тем более у него связи были, продвигать по карьере, продвигаться по карьере, но это было не мое. Я это чувствовал, что это не мое, и мама это тоже знала. Вот, и мы молились все время. И да, сюда приехал, в Калифорнию, пройти этот путь, по которому что-то хочется пройти, который ты никогда не делал. Вот, и вот остановился в Калифорнии. Где Господь и благословил. Так ты, в конце концов, получил такое-то образование? Да. Я отучился в, называется, в Уайлдвуд, в Джорджии, штат Джорджия. Это на юге, юг и ист, восток. Вот, там вот, отучился на гидротерапевта и массаж терапевта. Вот, учился там всего год, вот, и по истечению одного года вернулся обратно в Калифорнию, потому что я там уже жил. И так же дальше продолжил по своей специальности. Слава Богу. Но ты себя нашел? Знаешь, как говорят? Да. Это то, что твое? Это точно мое. Слава Богу. Слава Богу. Хорошо. Ты много раз повторял о том, что ты, мама, вы молились о всех тех вопросах, которые были связаны с твоим переездом и так далее. То есть ты родился в верующей семье или как? Ну, чуть-чуть эта сторона твоей жизни. Да, это, кстати, вот будет одна из историй. Я родился в семье атеистов. Мама с папой, они не были верующими, тем более братья. У меня двое братьев, я третий, самый младший. Вот. Папа в то время учился в России, в Мурманске. Мама училась в Чехословакии, в Словакии. И они познакомились, по-моему, в России. Это точно не помню. Вот. И я школу закончил русскую. Вот. И я помню один момент, когда родители меня постоянно забирали из школы домой. И вот один из этих моментов, я вот хотел поделиться историей, если позволите. Хорошо. Хорошо. Но в конце концов, ты в верующей семье вырос? Да. Да. Мама верующая, мама адвитистская, мой брат средний, я вот, трое из нас. Папа, он, мы молимся за папу, папа пока еще не стал адвентистом, но он стал ходить в церковь. Слово. Не давно стал. Хорошо. Ну тогда давай твой опыт. Я так понимаю, он тесно связан со всеми остальными историями о твоей семье. Да. В общем, я хочу рассказать о том, как я родился в семье атеистов. Вот. Мама у меня кардиолог, папа у меня адвокат. Вот. Семья достаточно образованный. Вот. И когда я был маленьким, они никогда не рассказывали мне о Боге. Вот. И я не знал, у меня даже идей не было. И когда я учился, я, если не ошибаюсь, в третьем классе, родители всегда забирали меня из школы. Со школы. И один прекрасный, не прекрасный, я называю его прекрасным днем, потому что мама забрала меня со школы, и мы собирались пойти на остановку, на автобус. Вот. Мы всегда автобус брали, потому что школа и дом у нас было расстояние примерно два километра. Вот. Ну, может быть, даже чуть больше. Вот. И я маме продолжил, мам, давай прогуляемся. Мама говорит, зачем? Сейчас жарко. Я говорю, нет, мам, апрель месяц, можем прогуляться, подышать свежим воздухом. Ну, мама говорит, ну, хорошо, давай прогуляемся. Вот. Мы разговаривали по дороге, вот мама спрашивала, какие оценки получила, какие одноклассники, никто не обижает. Я прошу прощения еще раз, сколько тебе было лет? Ты сказал, третий класс? Да, третий класс, 9 лет. 9 лет было. Да, 9 лет. Вот. И перед тем, как прийти, дойти до дома, я увидел, там был столб возле нашей улицы, и на этом столбе доска объявлений, там был такой рисунок с крестом, Христос, наша Пасха. Вот. И я обратил внимание, спросил у мамы, мама, что это означает, вот, какой-то, две палочки, крест. Мама говорит, говорит, это, говорит, христианство, мы с этим не имеем дела. Я прошу прощения, хочу уточнить, а какая религия доминирует? Да, сейчас это мусульманство. До Советского Союза это был атеизм. Это был атеизм? буквально мусульманство, Кыргызстан принял мусульманство в последних 2000, если не ошибаюсь, в 2005-2005 годах. Ага, ну, а до этого, был атеизм, но до атеизма это было языческое, какое-то языческое направление? это было языческое, потому что Кыргызы, они раньше поклонялись, да, в давние, если посмотреть в историю, камня, солнце, воде, это был, да, языческий народ. Вот, и я маму начал спрашивать про крест, мама начала, говорит, о, нет, это, говорит, христианство, мы не имеем к этому значения. Я говорю, а что такое христианство? Мама стала объяснять, вот, там есть Иисус Христос, который, он был сын Бога, его убили, вот, я говорю, вау, сын Бога, кто такой Бог? У меня столько вопросов, да, один за одним, как раз 9 лет. Да, 9 лет, это все было интересно. Вот, мама говорит, нет, это все, говорит, ложь, не верь в это. Я говорю, вау, мам, нам надо пойти туда. Мама говорит, нет, нет, ты что, это, говорит, секта. Я говорю, вау, и мама говорит, в секте, там людей убивают. Да, я испугался, говорю, нет, тогда мы не пойдем. Потом я стал, задумался, секта, почему они люди убивают, за что? Это все пробудило интерес еще больше. Да, это было все больше интересно. И мне стало интересно, мне в голове очень много, даже какие-то рисунки были, потому что в школе мы учили, как писать, но у меня вот всегда были такие моменты, когда я вот смотрел телевизор с родителями, и там были вот эти вот исторические герои, и мне это было все интересно. Конечно, не было интереса, как людей убивали. И да, мы пришли домой, прошло несколько часов, это был, кстати, после обеденного времени, наступил вечер, и я оделся, собрался, и собираюсь выходить из дома, и мама у меня спрашивает, кричит, ты куда идешь, Нурлан? Я говорю, я иду в секту. Да, мама в шоке была, она просто... То есть ты решил, что бы там ни было, я иду, посмотрю, что там происходит? мне это было интересно, потому что мама сказала про секту, людей убивают. Я, конечно, я поверил в это, но мне было интересно, что за это такое место. Вот. И не побоялся, маме так прямо ответить, куда ты собрался? Нет, я не побоялся. Вот, мама испугалась, говорит, нет, ты никуда не пойдешь. И я, обычно, я в семье самый послушный был в семье, вот, но на тот момент я был вообще, я вообще был сам не свой, и я стал дальше идти, мама говорит, подожди, говорит, я куртку одену, не куртку, а кофту накинул, и говорит, вместе пойдем, ладно, говорит, пойдем вместе. Вот, вместе... Как Бог удивительно работал. Да, и вместе мы, не доходя до церкви, потому что расстояние от церкви до нашего дома, это было сколько? Ну, минут, наверное, пять, четыре. Да, совсем рядом. Вот, и, ну, тоже одна из причин была, я потому что думал, если там начнут людей убивать, я убегу быстренько домой. Да, вот, и, не доходя до церкви, я увидел группу людей, и та группа людей, они были, необычные, они были вот улыбающие, и вот этот вот взгляд, это был как будто взгляд, вот как будто семья, вот, и я это сразу почувствовал, вот, они спрашивали, начали спрашивать, здесь мы впервые, откуда мы, вот, и мама начала разговаривать, ну, я дальше стал проходить, один мужчина открыл мне дверь в церкви, в главный вход, и как только он открыл дверь, я увидел много lights, много света, да, много людей, какие-то вот, такие вот, не звуки, но, какие-то вот слайдопроекты, вот эти вот, рисунки были, и очень интересно, для меня в то время, мне было 9 лет, мне было это очень интересно, я увидел все это, я просто замер, я смотрю, и у меня рот открылся, я вау, и поворачиваюсь к маме, мам, я не знаю насчет тебя, но вот я в эту секту буду ходить каждый день, вот, 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 мама стала ходить, в церковь, это была евангельская компания, да, вот, мне это понравилось, церковь, почему, потому что, я нашел друзей, друзья, и, учителя были очень, вообще, были просто люди классные, вообще классные были, другие, вот, и, через, спустя 3 недели, мама крестилась, да, ты что, мама крестилась, да, и, мама начала, с другими советовать, не советоваться говорить, с соседями, Мария, у нас были соседи, тоже, евреи, русские, украинцы, и мама говорила, я помню, одной из соседки, Мария, ты должна пойти в эту церковь, там учат всему, там учат про субботу, там учат о здоровье, там учат про 10 заповедей, которые я никогда не слышала, и это все, это правда, вот, и соседка Мария тоже пошла, вот, она тоже крестилась, да, это было очень интересно, брат крестился, мама начала миссионерить, еще, сама толком не речь, да, в общем, соседи, крестились, наши по соседству, и брат, вот я тоже попросил крещения, но у меня на то время было 9 лет, и пастор сказал, что я слишком маленький, мне надо будет подрасти, ну, я, конечно, передвинул, как папа на это все отреагировал, папа, кстати, был очень, он очень был негативным, и папа, он был недоволен, он был против, и даже, мне было 9 лет, я помню, они, они ругались между собой, я даже помню, папа говорил, не бери моих детей в эту секту, потому что ты не знаешь, что они будут делать с моими детьми, вот, и он даже как-то говорил, если ты пойдешь обратно в эту секту, то ты можешь не возвращаться сюда, и даже он говорил старшему брату, старший брат, конечно, послушался, но мы с средним братным, мы не все-таки держались к маме близко, вот, слава богу, мама приняла крещение, мама и соседи тоже, так что, это был один опыт, но я знаю, что есть еще один опыт, да, второй опыт, он буквально, он недавно, это два опыта, но первый опыт я расскажу, он экзотический, я когда учился, я упомянул, что я раньше учился в медико-миссионерской школе, где я изучал гидротерапию и массаж, вот, я когда учился там, до, я учился, я учил, я жил в Калифорнии, в Сан-Франциско в то время, и перед тем, как я туда поехать, в Джорджи, мы с друзьями начали молиться, и друзья сказали мне, Нурлан, мы приняли решение, тебе нужно пойти в эту школу, потому что мы постели с 3 дня, и ты пойдешь в эту школу, я говорю, нет, зачем, я был принят в Эндрюс Университет, там учиться, в университете, и делать свою магистратуру, мастер-дегрит, мастер-дегрит, и, что за уайлвуд, и что за медико-миссионерский, нет, не пойду, поэтому я сопротивлялся, на истечении сколько, ну, почти 2 года, 2 года, я боролся с этим, и в итоге мне друзья сказали, нет, тебе нужно идти. А где ты познакомился с этими друзьями? Да, друзья, с одним из другом, я познакомился в моей стране, в Башкеке, в Кыргызстане, да, он американец, это семейная пара, вот, он, конечно, постарше, ему 54 года, но для меня возраст не имеет значения, он друзья, вот, и он молился, он очень духовный, а это он предложил тебе поймать в школу, он предложил, да, ну, конечно, у меня тоже был список, перед тем, как в Америку приехать, у меня был список, какие университеты, колледжи пойти, учиться, вот, у Уайлвуд он, конечно, был, но он был на последнем месте, потому что, да, это было, как бы, там нет высокого образования, как магистратура, вот, и я согласился, говорю, хорошо, Кип, его зовут Кип, с Бекки, я пойду в эту школу, вот, я поступил, и мне все понравилось, мне нравилось, и перед тем, как пойти в эту школу, я молился, я молился, и Владимир, тоже брат, поддержал меня, он пастор в Сан-Франциско, раньше был, вот, и я посмотрел, и, да, везде были двери открыты, и я помолился, что, Господь, я знаю, что я пойду в школу, там будет очень много девушек, да, ты был еще не женат тогда, нет, я не был женатым, вот, и, мне друзья даже начали шутить, говорить, Нурлан, мы ожидаем, что ты приедешь с супругой, так, подожди, сколько тебе тогда было лет уже? А на тот момент мне было 32 года, все уже говорили, что пора, да, все говорили пора, даже находили девушек, но я в этом, в том плане, я был очень, как бы я сказал бы, критичен, наверное, я сказал бы, очень смотрел на духовную часть, вот, я не торопился жениться, потому что я старался всегда ставить приоритет Богу, но у меня был, конечно, здесь баланс, и, слава Богу, Бог показал, как все это нужно, правильно строить, правильно строить, вот, поехал туда, в эту школу, в Джорджию, отучился, учился на втором семестре, и в один прекрасный день девушка появилась, да, зовут ее Алисон, вот, она, мне, как я увидел ее, это был, как будто, вот, как я не знаю, гром, вот, это не было, любовь с первого взгляда, да, да, любовь с первого взгляда, но, я бы не сказал бы, что это были чувства, были чувства, но, в основном, это не чувства были, это было странное, странное, говорят, озарение, да, мне, конечно, было очень странно, я молился, и, я видел, что Господь, он, показывал, в сторону Алисон, а, она, откуда родом, она родом, из Перу, из Перу, да, она латинка, она из Перу, латинская Америка, да, с Латинской Америки, и, она, переехала в Америку, с семьей, в 2008 году, тоже сравнительно, недавно, да, 20 лет, примерно, 20 лет, она приехала, вот, и, я как увидел, и мне она понравилась, но я не решился, сразу пойти к ней, вот, я все это молился, отдал Богу, прошло 6 месяцев, вот, на следующий, graduation, выпускной был, вот, и у меня, подожди, и за весь этот отрезок крепления, ты так не познакомил, не начал общаться с ней ближе, нет, я потому что, у меня были чувства, они у меня были очень, сильные, да, сильные чувства, но я старался всегда чувства передвигать назад, вот, я молился, и я спрашивал много советов у старейшин, и мне они говорили, да, прочитаю, христианский дом, прежде чем что-то делать, вот, я, конечно, это, я это запомнил, вот, ну, один день остался у меня перед тем, как вылететь, улететь обратно в Калифорнию, и я написал по сообщению, у нас был чат-групп общий, я написал private Allison, «Алисон, привет, не возражаешь, если у меня есть к тебе разговор?» Она говорит, «Да, что случилось? Вообще, что происходит?» Я говорю, «У меня есть к тебе разговор, не возражайся, если мы встретимся завтра». «Встретимся завтра, почему?» Для нее это был шок, потому что я никогда не спрашивал, это было очень как-то даже неудобно, странно, как-то парень спрашивает встретиться, она говорит, «Ну хорошо». Мне такая мысль пришла, знаешь, если ты ей тоже нравился, она подумала, «Ну, наконец-то, последний день учебы, послезавтра уезжает, сегодня зовет на встречу». Да, но она, кстати, она приехала работать, как, как же сказать, Дин, Гролс Дин, заведующий над девчачьим общежитием. Да, она заведовала этим. Она приехала, как работник, вот. И она приехала, как работник, и, ну, в общем, я у нее спросил, она говорит, «Хорошо, я как бы согласна прийти, поговорить, расскажи, что происходит, я говорю, нет, ничего не происходит, мне надо просто завтра улетать». Она, «Хорошо, в какое время?» Я говорю, «Ну, давай в 6 утра». В 6 утра! Я говорю, «Но у меня потому что вылет в 9 утра, и мне только вот в 6 утра». Вот она говорит, «Хорошо, хорошо». Я прошу прощения, а сколько ей было лет тогда? Ей было ей тоже 32 года. где-то в ровеснике. Ровеснике. Да. И на следующий день я молился, я вышел из комнаты своей, с Библией, вышел через другую улицу, направился к ней, постучался, она удивилась, говорит, «Ты в 6 утра пришел с Библией, что происходит? Ну, я, конечно, прочитал книгу «Бытие», «Нехорошо быть одному». Ты, конечно, танкику подобрал. Я, меня никогда, никогда никто не учел. Я, как бы, да, и это все объясняет тому, потому что у меня никогда не было девушки. Девушки. никогда не было. И у нее тоже никогда, она никогда не была в отношении. Интересно. Да, и она, конечно, засмеялась, говорит, «Ты странный». Говорит, «Да». Вот, ну, мы, конечно, обменялись номерами, телефонами, мы стали общаться, но потом я, когда я улетел в Калифорнию, мы общались, может быть, пару недель, но потом я перестал общаться. я, как бы, был занят, я в то время учил программирование, вот, и мы не общались. Чуть-чуть ушло все. все это, конечно, ушло. И, что произошло? Друзья, они, в основном, они, IT-специалисты, вот, программисты, и они зарабатывают неплохие деньги. Ну, конечно, я думал, здесь в Калифорнии жить, надо как-то по-большому думать и двигаться, зарабатывать денег. И они мне тоже предложили, говорят, «Давай, Нурлан, говорит, у нас, говорит, связи есть, мы поговорим с моим, с нашим менеджером, они тебя устроят, тебе просто нужно отучиться, возьми самый кратчайший срок, курс, и отучишься за полгода при большом желании, если ты будешь учиться вот 16 часов в день». я согласился, но перед тем, как согласился, я молился, я взял неделю перерыв и спрашивал у пасторов совета, не получил никакого ответа. Конечно, получил ответ, но я... Он не удовлетворял. Он не удовлетворял, да, он был совершенно другим. Вот, и, три месяца я изучал программирование, все время, когда просыпаюсь, вот, что-то это не мое. Вот, я изучаю, все как бы идет, но вот, что-то вот в сердце нет спокойствия. Вот, и я даже помню, просыпался утром, у меня было devotional time, я молился с Богом, молился, и у меня на это уходило все примерно 2 часа. Я, когда даже учился, я даже 30 минут не посвящал, молитве, чтение Библии, а в это время я изучаю Библию, мне хорошо, и чем больше, мне это даже как-то на душе становится намного лучше, приятно. И, я сказал, нет, это дело не хорошее, надо что-то думать, что... взял пост, думаю, надо пост взять, надо воздержаться от пищи, вот, покупая билет, на Гавайи, вот, через 2 дня улетаю в Малакай, оставляю в Калифорнии все, с собой только взял, не паспорт, а driver's license, удостоверение личности, взял 80 долларов наличку, чтобы покупать воду, и взял Библию, Библию и маленький рюкзак, в этом рюкзаке я взял шорты, плавки взял, сандалии взял, и бланки взял маленький, вот, чтобы укрываться. То есть ты решил уйти в пост, вот, с головой, обстоятельствами. Да, я решил, я вообще не буду ни с кем общаться, я даже телефон с собой не взял, сотовый телефон, и я решил, я взял билет на Малакай, Малакай это остров, где, сколько людей проживает? Пустынный, достаточно пустынный остров, да, около 3000 людей проживает на всем острове, два магазина, два gas station, вот, все было хорошо, я пост взял, в Сан-Франциско вылет в Гонолулу, там была пересадка, самолет как приземлился, я увидел очередь, длинную очередь, я испугался, что происходит, вот, очередь, конечно, дошла до меня, вот, и security у меня спрашивает, молодой человек, покажите свой, обратный билет, нет, покажите свой, vaccination status, статус о вакцине, статус о вакцине, я говорю, ой, у меня нет, они мне говорят, это было во время ковида, они мне говорят, у тебя нет, как так, покажи нам тогда подтверждение, доказательство, что у тебя, что у тебя негативный, отрицательный, отрицательный тест, да, отрицательный тест, я говорю, у меня нет, я вообще не готовился к этому, они говорят, езжай обратно, откуда ты прилетел, вот, они не показали документы, по закону Гавайи, те которые не имеют вакцины они не могут остаться вот и он мне показал игру куда идти вот толпа видишь с правой стороны а у я посмотрел там человек 70 наверно вот они там агент он тебе будет распределять откуда ты приехал туда и обратно полетишь я был очень зол я очень был зол на скорее всего на бога я просто я помню эти даже слова мысли рассказал так я бросил учебу я купил дорогой билет я и более с целью уйти в пост да и пост это хорошо в чем дело почему я обратно полючу в калифорнию обратно буду изучать программирование это как так я был очень в отчаянии вот я помолился внутри отошел где-то метров наверно 5 я конечно создал пробку такую небольшую люди были недовольны и я конечно я как обычный человек я не услышал голос что нурлан иди туда нет ну что-то какое-то чувство появилось что у чувство уверенности вот и с этими чувствами уверенностями уверенности я решил пойти через ворота обратно через эти security gates и но внутри себя у меня подсознание говорит я неправильно делаю потому что я прохожу и мне уже сказали что мне нужно возвращаться вот но я обратил внимание что security гайса не заняты они все делают но я тоже конечно я не стал смотреть эти моменты нет я просто прыгал при плечи да и пошел прямо вот я прошел где-то метров наверно 15-20 я радовался в я прошел я не остановил вот и господь ты живой ты ты мне помогаешь по я радовался я очень радовался и как и вот внутри радовался сразу момент перестал эй ты молодой человек остановись у меня плечи как будто заморозились я испугался да да ты с рюкзаком остановись я я смотрю вот не назад я понимаю что это ко мне мне говорят я смотрю вот у меня как рыбий взгляд да и я смотрю мне так было стыдно сотни студия с туристов все смотрят на меня как будто я сделал какое-то преступление я про себе думал господь что делать что делать продолжаете я иду дальше иду дальше и прошел где-то метров 30-35 ребята догоняют туристы там много людей и один из я помню французский акцент он говорит парень посмотри туда тебя зовут я говорю у тебя зовут я кто зовет сам при понимаю вот туда и там или люди меньше на говорит вон туда вон и мне так было стыдно я понимаю что все на этом это завершается поворачиваюсь и смотрюсь security guys они говорят иди иди проходи и дальше я повернулся говорю он никто мне не зовет и те ребята которые мне говорили вся они в удивлении говорит вау звали недавно а тут сейчас все поменяли не обрадовался сам не понимаю дальше иду у меня были flight connection to malakai и я думаю про себя если я пойду обратно на у меня будет другой рейс верю что у меня это был бы на лулу и молока нет прямого рейса вот и у меня конечно я думал про себя обратно буду проходить через эти ворота обратно люди будет спрашивать это стресс что будет и я когда прошел никто даже не спросил но было интересно когда я прошел это был маленький самолет правит там было восемь пассажиров пилот был прям рядом можно было по плечу даже постучать приземлились в молока и вот я вышел из аэропорта вдохнул полной грудью что делать налево посмотрел направо не знаю куда идти нет они аренды машины нет отеля нет друзей не знаю куда идти ну это самое у карта была собой я карту с собой тоже взял вот и карту с собой взял еще тоже с аэропорта помолился прочитал из бук из книги солнце псаломы вот и да пошел направо я думаю давай пойду направо вот и я стал идти сколько часов ну где-то на 6 6 7 часов все стало просто шел шел да я решил я я посмотрел по карте думаете налево пойду или направо в этом есть вся сложность когда нет телефона когда телефон есть карта gps он тебе показывает примерно вот ты находишься здесь север находится прямо восток находится с правой стороны и запад слева есть какая-то ориентация а по карте вообще непонятно где ты надо да и для меня это было конечно вообще мозг у меня конечно был высадку и выбрал да вот я люблю конечно путешествие вот и прошел где-то около 6 7 часов и машина остановилась возле меня машина остановилась и я слышу в машине кричит мужчина и путешествие не путешествие как же назвал stranger парень парень садись машину интересный парень сидишь машину я говорю почему ты называешь не интересным могут кто уходит посредине хайвея с библии в руках расскажи о себе ну я ему конечно было видно что ты видеть я я потому что я когда читал библию я в руках не знал мне привычка всегда я люблю рассказать библию в руках библия это для меня это честь я я не люблю библию жить куда-то в кармане задние да я не люблю для меня библия это как это как золото несу вот и я всегда даже когда спать хожусь библию всегда оставлю рядом с собой и на повер библия ничего не кладу вот он начал спрашивать местный гавайец он очень был большим килограмм я не знаю сколько 600 паундов точно да вот и я он не раз начал расспрашивать я ему сказал правду говорю я приехал сюда поститься он говорит и ненормальный горит через два дня горит и умрешь давай горит камней приезжай я скажу свои супруги у меня есть комната я познакомлю познакомлю тебя своими детьми живи бесплатно и питайся бесплатно но не постись ты умрешь я я говорю нет нет это только между мной и господом вот но он конечно удивился и он мне дал свою машину бери мою машину на целый день катайся я говорю вау кей да игра я у него спрашивал почему говорю ты незнакомый даешь машину да ты не знаешь меня он говорит потому что я знаю что ты христианин ты вернешь ну ладно вот я конечно покатался по острову посмотрел где буду спать на в джунгли вот маршрут составил и в общем это самое вечером приехал переночевал и попросил меня выйти как бы в зал я увидел на столе много еды и он горит я помню что ты рассказал мне ты вегетарианец вот я попросил свою супругу она приготовила вегетарианскую еду здесь все вегетарианское я говорю я не могу я поститься прига да и но это было для меня искушение вот он говорит хотя бы один один кусок откуси хотя бы сок попей ягра не могу это вот принципиально теперь есть планы куда дальше эти игры нет планов нет но я пойду в вудс пойду в джунгли джунгли да и сам буду молиться говорит ну ты странный в общем у меня написал свой адрес говорит приходи ко мне если вдруг что-то вот я пошел до в джунгли там я пробыл два дня две ночи два дня просыпался рано утром я многое выучил птицы оказывается просыпается намного рано намного раньше чем даже перед до восхода до восхода да я просыпался без будильника душ принимал без всякого в ванной я пошел под водопад водопад бесплатный душ ванная была океан вода теплая вот и завтрак не переживал да вот и на какой день от на четвертый или третий день я пошел на четвертый день я пошел в церковь это была суббота наступила вот и один мужчина ко мне подошел они члены церкви мне сказал у меня спрашивали огурт твой у тебя отпуск здесь огурни тот не отпуск это это говорю пост они удивились как так на гавайи в отпуск все приезжают а ты постишься что с тобой происходит вот и главный вопрос через который это все было это какое твое предназначение куда двигаться дальше это с работой было связано да как я понимаю нет совода не было да 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 это это да главное не задача главное пост это куда дальше идти ну да ну то есть предназначение предназначения до делать ли айти продолжать или другую работу искать для меня это было как бы баланса пытался найти не баланса правильный ответ вот и сколько дней ты про пробыл там пробыл до две недели до две недели ко мне мужчина подошел церкви говорит я как знаю что ты пусть постишься и горит у меня я никогда не адвентист и говорит есть книга христианский дом я горит и он мне показывает это тебе я говорю вау это как раз те люди которые мне говорили он говорит сможешь меня научить тоже поститься вот и он мне предложил у себя остаться я у него остановился ему было 77 лет он со мной постился 7 дней на воде ему было 77 лет он был морской капитан потом еще присоединился парень ему было 23 года он был не адвентист он курил марихуану да тоже читал какой-то киток странные книги йогу вот и в итоге по истечении с я заметил что дэнил мужчина который 77 лет он стал выбрасывать креветки из холодильника яйца магазин и не магазина журналы и некоторые даже мебель стал выбрасывать я у него спросил что происходит почему ты выбрасываешь он карте вижу что бог обновляет меня вот и поистить за по истечению поста дэнил и арена 23 летний парень они сказали ну ладно мы хотим креститься да я бы я был удивлений но до этого конечно мы когда посетились вместе мы вместе жили вот это была квартира вот и библию за изучали и он приглашал друзей и я думал окей я приеду в на остров молока и поститься только я господь природа а тут люди десять человек и до 12 часов ночи я даже забыл как так я приехал сюда постишься бы побывать наедине да тут не полу не получилось вот в общем господь оказывается все использовался да и на самом деле да не да не дэнил он он крестился ты с ними встретился в церкви да то есть они были знакомы с адвентистами они были знакомы да я не у того я у них тоже спросил игра почему ты стал ты как что тебя побудило прийти в детскую церковь они сказали а мы слышали что здесь готовят веганскую еду поэтому мы хотели как бы питаться полезной едой я когда был на молока действительно там очень трудно найти органическую полезную еду вот да и по истечении 10 дней 10 дней постился на воде завершил две недели прошло три дня побыл еще приехал в калифорнию и вот такое облегчение было на душе что все программирование не буду изучать но думал что делать дальше но это я прошу прощения тоже уже было после школы и массажисты да да я закончил но но почему я не не пошел по массам делать массаж и гидротерапии потому что я находился в то время с друзьями они зарабатывали 160 долларов в час и для меня зарабатывать 20 долларов в час вообще было не интересно вот и вернулся обратно в калифорнию через два дня получил звонок от пеймара и они мне предложили позицию гидротерапевтом и я удивился говорю я не подавал свое резюме они говорят нет ты подал я говорю я не подавал потому что я знаю но они же нашли твои контакты они нашли да на мне это было интересно я говорю на 20 долларов в час я говоря нельзя не соглашался они говорят а подожди твой друг подал я грудь друг игру я конечно поблагодарил я горюки хорошо спасибо я подумаю он положил трубку думаю это не то дело не моя но так думал про себя почему эта работа потом я другу позвонил он говорит да как я подал но горит я подал давно и горит они он у меня спросил они тебе позвонили я грудо говори да они тебя зовут на работу я горит молился чтобы тебя взяли но это было давно правда иди соглашайся я согласился игра хорошо вот стать с того дня я получил работу это будет очень благословение иметь работу которую ты просыпаешься с радостью идешь и на работу иду как на праздник а это очень интересно востребована сейчас эта профессия да да я конечно делаю миссионерскую работу в и море потому что зарплата по другим критериям она намного меньше но мне нравится именно там работать почему потому что ты делишься библии и опытом я рассказываю эту историю свою правда на английском языке они конечно удивляются да они удивляются некоторые даже доставляют деньги вообще горит очень удивительно как это все это произошло богу там конечно намного еще детали были детали очень много и даже я помню когда в самолете был стюардесса у меня спрашивала давай горит вы не желаете ли поесть огуре нет я не хочу потому что я уже взял пост она програнировала она принесла двойную порцию сэндвичи в это было и вегетарианские сэндвичи конфеты и еще по чипсы я удивился но я конечно взял собой но когда я начал ходить пешком я удивился что мне делать с этой едой искушение в рюкзаке но потом я раздал этим бедным людям не бедным людям бездомным людям да я раздал и я помню когда в на резорте я находился два дня тоже в джунгли ко мне security гайз подошел говорит ты сидишь часами горят на одном месте с тобой все ли в порядке груда я молюсь он говорит и не ешь ничего я говорю нет я не я не я не буду есть но он принес разнос по еды он будет это бесплатно я говорю я не буду это есть и там хот-дог бургеры и чизкейки я помню все я просто пошел тоже искушение конечно было и черепахам отдал рыбкам птицам но ты ответ на свою просьбу получил да но есть еще последний опыт да есть последний опыт я расскажу вкратце а это отношение я очень рекомендую всем молодым людям в первую очередь молиться первую очередь просить у бога если это желание его на эту супругу вот когда я был учился в джорджии я молился вот я спрашивал совета у людей постарше и они мне говорили христианский дом читать христианский дом я говорю зачем не христианский дом когда я у тебя спрашивал вас спрашивают они говорят нет читай вот и я когда мы на молока я был я тоже об этом молился и этот христианский дом я прочитал буквально за два часа я когда прочитал за два часа одна женщина подошла говорит я вижу что ты читаешь без отрывок это какая-то интересная книга я говорю эта книга об отношении эта книга о всем это меняет из человека характер она была не адвентистка кстати она говорит я тоже хочу эту книгу прочитать но я не оставил и до сих пор мы поддерживаем связь она собирается переезжать в вимар но она конечно не торопится принимать крещением потому что она ходит в другую церковь и она прочитала она говорит да горит это горит очень интересно на субботу про продаж роль женщины роль жены уже как воспитывать детей да она очень обширно да в общем долгая красивая история и и немножко хочу срезать молился я и когда я вернулся в калифорнию спустя сколько дней спустя три месяца три месяца прошло а алисон она звонит моему другу говорит я лечу в калифорнию я никогда не было в калифорнии у меня будет бизнес встреча встреча веймаре и я знаю что ты там и нурлан я бы хотел бы с вами просто поздороваться и у меня всего лишь три дня у меня время очень ограничены а до этого я молился не буквально за неделю молился я просил бога чтобы господь открыл двери что я помню когда молил но это это индивидуально это было просто не я когда услышал про вот что она едет сюда для меня это было все ответ да и она прилетела я и показал веймар сакраменто со франциско она вернула вернулась обратно в джорджи да и в 100 после того дня мы стали общаться каждый день по телефону три часа шесть часов и в итоге по истечении около сколько месяцев три месяца мы с ней общались я говорю алисон я вижу что у нас все сходится и мы общаемся очень много часов и я вижу что бог открывает не возражаешь если ты будешь моей девушкой она горит нет и я конечно не расстроился время прошло то есть нет это не не возражаю а не то нас когда загрузил буду я не буду твоей девушкой вот и второй раз я позвонил спросил алисон говорю я вижу вот всю историю я начал все рассказывать она говорит это все конечно интересно но я молилась но бог не дал мне ничего и горит я говорю давай будем в отношениях обратно она горит нет извини я думала третий раз спрашиваю третий раз как думаешь думаете что она сказала но мне хочется сказать что давно наверное сказала нет она сказала нет она мне три раз сказала нет и на следующий день я стал обратно звонить общаться и она начала плакать она горит дорогие ребята спрашивали об отношениях тоже за мной ходили и они мне тоже спрашивали давай будем в отношениях так как я скажу нет они сразу блокируют и никогда не не общаются не звони а ты как будто ничего даже не произошло ты снова общаешься и да это было не очень интересно я говорю давай игру ты сюда сама молись я буду молиться вот время прошло еще около пару месяцев мы стали общаться потихоньку больше все больше и пастор друг в джорджи он не звонит говорит нурлан моя супруга она скончалась и мне нужна твоя помощь не могут и приехать я говорю у меня как раз отпуск и он мне покупает билет через два-три дня я я там уже в джорджи приехал и всякий раз когда утром я просыпался а его дом пастора напротив ее дома да и у него я такое подозрение что у пастора была какая-то цель он даже с ней не общался и был балкон один единственный вообще-то два было балкона один его был но один был гостевой я когда выходил на гостевой балкон утром молиться этот балкон прям выходил на ее дом да это было очень это много деталей в общем это самое коротко все хочу сказать мы полетели в вместе с алисоном и друзьями на конференцию мичиган вот и мы это была суббота под вечер мы ходили гуляли общались где-то примерно около трех часов я обратно делаешь и предложение до спрашиваешь да да я у нее спрашивал я у нее спросил алисон вот все это происходит вот как ты думаешь она говорит да но горит я не могу тебе сказать да я как не могу я жду я хочу ответ получить от бога вот как ты со мной разговариваешь что мне сказал да горит это он я говорю вау я даже об этом мечтаю я про себя думал господи я все на этом дальше ты работай да я я не 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 могу больше я сделал все все свой один мой тест но это сейчас это я в твоих руках и я у нее спросил алисон ну веришь ли ты молишься бог да ну ты веришь что господь общается с нами каждый день она горит да такой так бог общается через меня скажи да она горит нет 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 выбрал кей ладно надо нам и на и надо идти в субботу провожать и когда мы гуляли по парку это было озеро никого не было из людей и мы начали возвращаться к машине и пожилой мужчина лет наверное под 80 он подходит к ней хватает ее за локоть и он кстати хрома идет я вижу все это это очень странно он ее хватает за локоть я думаю сейчас буду защищать вот и он ее трясет за локоть и говорит скажи да этому человеку да я был в шоке она начала плакать и я у него спрашиваю кто ты такой он говорит мне бог на гад им пресс не вдохновил да бог вдохновил чтобы тебе подойти я говорю об ты христианин говорит да я хожу в церковь тоже я говорю подожди игра как я у него столько вопросов начал спрашивать номер телефона откуда ты и я унес в итоге спросил в конце что тебя побудило почему он горит я сам меня супруга она тоже из другой национальности и я когда увидел тебя из-за расстояния я увидел что ты проявляешь симпатию я вижу что она тебя отвергала горит нет я грудь это точно вот он говорит но видишь и в общем это самое да она начала горь хорошо горит да да но она говорит а прежде чем я скажу да мне нужно узнать у моих родителей согласны ли они я говорю не спрашивай я сам спрашиваю уже бы ты был знаком с ее родине я никогда не видел я лечу ее родители живут в нью-джорси 15 минут от нью-йорк-сити и я лечу туда вместе с алисон и я спрашиваю у папы познакомились это все конечно время прошло два-три дня я спрашиваю хуан не возражаете если я ваша дочь буду с ней встречаться он конечно сделал шутка говорит я думал что ты руки просишь а ты только слава не а ты только спрошу встречаться конечно да в общем это сам у меня до сказал это было август 13 помню вот я она обрадовалась я обрадовался папа родители обрадовались и дам и настоящий год 13 август мы поженились до поэтому господь он очень-очень да он отвечает он настоящий удивительный опыт это конечно история жизни слава богу я очень рад что сегодня ты поделился таким живым опытом отношений с и это вдохновляет слава богу да господь пастри мой я ни в чем не буду нуждаться он покоит меня на зеленых пастбищах и водит меня к тихим водам он душу мою оживляет и ведет меня по путям праведности ради имени своего псалом 22 эти строки из 22 псалма являются и являлись поддержкой для многих людей какое-то преимущество знать что во всех твоих жизненных обстоятельствах бог всегда рядом на страницах священного писания есть история о руфе и но ими когда-то из-за голода на иметь со своим мужем и двумя сыновьями отправились жить в мао там сыновья повырастали и оба женились но к сожалению вскоре муж но ими и оба ее сына умерли после этого она решила вернуться в израиль по закону ее невестки могли вернуться в дом своего отца там о них бы позаботились одна из них так и сделала но руфь во что бы то ни стало решила идти с ноими вы только послушайте ее слова не уговаривай меня покинуть тебя или отвергнуться от тебя куда пойдешь ты туда и я где остановишься ты там остановлюсь и я я и твой народ будет моим народом и твой бог моим богом где умрешь ты умру и я и там буду похоронена пусть господь сурово накажет меня если что-нибудь кроме смерти разлучит меня с тобой можно только представить себе какое влияние имела но имена свою невестку если так не и так обратилась но я сегодня очень хорошо понимаю что именно отношении но имени с богом ее смирение в данной ситуации было причиной такого влияния но как бы там ни было сейчас это две вдовы лишенные поддержки заботы и охраны кажется сами небеса отвернулись от них забрав все самое ценное начиная эту книгу дальше мы видим что хотя руфи но имен делают со своей стороны все что могут чтобы выжить они продолжают все свои надежды возлагать на господа и веря он обязательно о них позаботиться упущу детали история заканчивается тем что руфь знакомится с базом добрым влиятельным и обеспеченным мужчиной который впоследствии берет ее в жены вскоре но имень будет нянчить внука и женщины так будут говорить ей слава господу который не оставил тебя сегодня без наследника который будет заботиться о тебе пусть мальчик прославится в израиле он обновит твою жизнь и обеспечит тебя в старости ведь его родила твоя сноха которая любит тебя и которые для тебя лучше семи сыновей кстати мальчик который родился станет дедушкой царя давида и войдет в родословную иисуса христа вот таким удивительным образом порою бог решает наши проблемы и это еще раз утверждает меня в том что на бога можно полагаться а вы как думаете я от всего сердца еще раз хочу поблагодарить тебя за весь твой опыт который состоял из нескольких опытов это жизненный опыт я думаю еще раз что это вдохновит многих людей доверять господу у нас есть такая традиция мы просим наших гостей чтобы они молились за наших зрителей к нам люди пишут с разными просьбами кто-то переживает о своей личной жизни кто-то переживает за своих детей и за родителей кто-то молится о том чтобы они пришли к богу оставили плохие привычки конечно есть очень много людей которые молятся о своих проблемах связанных со здоровьем война в украине на ближнем истоке одним словом бед в этом мире хватает которые подталкивают нас на мысль что порою только бог может решить какие-то вопросы и я очень прошу тебя чтобы ты сейчас в молитве попросил бога конечно склонимся любящий господь творец мы благодарны и очень счастливы быть твоими наследниками спать спасибо тебе большое за те опыты которые ты даешь и за твои милосердия на каждый день их так много господь у тебя ты всегда руководишь и всегда помогаешь нам и господь я прошу чтобы те люди которые смотрели и смотрят и с интересом ищут тебя чтобы господь они их не отношения стало много ближе к тебе поскольку господь время близко к совершению этого этой истории господь прошу чтобы ты вдохновил тех людей которые не могут идти в церковь по разным причинам чтобы ты господь дал желанием чтобы те люди которые могут или не могут чтобы они господь узнали кто есть ты на самом деле помоги господь узнать тебя больше и я прошу тебя чтобы ты открывал опыты на специальном опыте чтобы они узнали что именно это тебя благодарим тебя и славе во всем и мисуса христа аминь вами желаю тебе божьих благословений теперь уже в семейной жизни чтобы все было наилучшим образом и ваша совместная жизнь она была одним большим опытом до момента второго пришествия нашего господа и спасибо дорогие друзья я очень рад что вы были с нами на этой программе я надеюсь что молитва она передвигает горы и в вашей жизни поэтому пускай бог и дальше ведет вас хранит поддерживает благословляет всего самого наилучшего и до встречи в следующих эфирах